И надо понять, что это народ, это запорожские казаки. Их выгоняли поляки, австрийцы, турки. Все гоняли их, поэтому гуляй поле. И только мы взяли, в благодарность за то, что мы их приютили, очистили, помыли, накормили и дали работу, и дали жилье, все дали. Вот через 300 лет они сегодня проводят вот такую линию. Вот такие мы дикарии, голожопые по степи. Бегали, пока нас цивилизованные русские не почистили и не умыли. А давайте почитаем, благо русские меня научили читать, как там обстояли дела с образованием в 17 веке. Итак, первая на территории современной Украины общедоступная, так называемая Братская школа, открыта во Львове в 1586 году. Подобные школы и впоследствии открылись в Галиче, Городке, Виннице, Немирове, Каменец-Подольском, Луцке, Владимире-Волынском, Дубно, Каменце, Стрие, Стрятане, Меджибоже, Рогатине и Киеве. Первая подобная школа на территории современной России открыта в Москве только в 1653 году. В 1576 год открыта Острожская академия, первое высшее учебное заведение в Украине. 1632 год. Открыта Киево-Могилянская академия. Была основана на базе Киевской братской школы, которая имела поддержку войска Запорожского и гетьмана Сагайдачного. Ну, это вот эти индейцы, которые там немытые по гуляй-полю бегали, их предводитель Чингачгук – длинный чуб. Первое в России высшее учебное заведение славяно-греко-латинская академия открыта в 1687 году. И открыта она выпускником Киево-Могилянской академии Симеоном Полоцким. Не, ну чему его могли там хохлы научить, а? Нормальной работы в Москве так и не нашел. Не взяли ни ложечником, ни золотарем, ни конюхом. Пришлось ему детей царя Алексея Михайловича учить. Ой, ну это вот этот вот дохуя умный царь, который нас всех приютил, умыл и всему научил. 1618 год. Украинский писатель и филолог Милетий Смотрицкий издает грамматику, один из самых популярных учебников 17-18 столетий. Первая грамматика русского языка составлена в 1755 году Михаилом Ломоносовым на основе грамматики Милетия Смотрицкого. Кстати, этот уважаемый любитель скандинавской ходьбы Ломоносов учился в диких степях, в Киево-Могилянской академии. Так что, Владимир Вольфович, а кто кому цивилизацию в будку провел? И это я еще не использовала в самый главный аргумент. Наш учебный партал! Продолжение следует... Продолжение следует...